Уже в восьмой раз изобретатели из разных стран собираются в нашем городе, чтобы продемонстрировать новейшие достижения и обменяться опытом. Мероприятие, организованное Международной Федерацией Изобретателей, является одним из этапов, проходящих по разным странам. Мы стартуем в Севастополе, затем переходит рон-шоу в Хорватию, после этого в Нигерию, в Германию и закрывается подведением итогов в Китае, под Шанхаем. Среди представленных разработок видное место занимает изобретение украинских ученых. Есть и представители севастопольских вузов. И именно наука способна дать необходимый импульс развития нашему обществу, считает президент Украинской академии наук Алексей Анипко. Все модели будут демонстрироваться три дня и оцениваться компетентным жюри. По итогам салона изобретения лучшие из них получат награды в виде золотых, серебряных и бронзовых медалей. Возглавляет же жюри глава Королевской палаты изобретателей Бельгии Пьер Фюмье. Я приезжаю уже на этот салон восьмой раз. Салон это то, что позволяет нам встречаться с разнообразными интересными людьми. И что характерно, в частности для салона, который проводится в Севастополе, в процессе его эволюции мы замечаем, что всё больше и больше принимают участие в нём молодёжь и среди участников всё больше и больше женщин. Одной из самых многочисленных делегаций на салоне является тайваньская. При этом основной упор азиатские гости сделали на разработке в области высоких технологий. На Тайване правительство уделяет огромное колоссальное внимание в области изобретений. Изобретения тщательно отбираются, вкладывается очень, правительство вкладывает государственные деньги в процесс патентирования, в разработки, в запуск массового производства, в коммерциализацию, чтобы ни одно хорошее произведение, изобретение не осталось без внимания. Наибольший интерес уже в первый день форума вызвала гидравлическая установка, представленная тайваньскими разработчиками. Сила волн преобразуется в электроэнергию. При этом морская вода опресняется и также готова к использованию человеком. То есть, таким образом, человечество может получать воду непосредственно прямо из океана, пресную воду, электричество – это открытие колоссального ресурса дополнительного. Одним из самых юных участников является 13-летний Чан Хью Чен. Молодой ученый предложил оригинальную удочку, которая без участия человека способна ловить рыбу. Также на суд общественности были представлены самый маленький в мире проектор, весит всего 200 граммов, разработки в области энергосбережения, медицинской техники. Салон проходит в нашем городе с 27 по 29 сентября в помещении Украинского культурно-информационного центра и открыт для посещения всеми желающими. Олег Савченко, Павлина Горкуша, программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова